Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Александр Жулин в свое время так и не смог выиграть золотую медаль на Олимпийских играх, но эти неудачи лишь настроили мужчину на еще больший труд в качестве тренера. В итоге его подопечные Татьяна Навка и Роман Костомаров смогли воплотить мечту наставника на играх в Турине. Кстати Навка и Жулина связывали не только профессиональные отношения. Спортсмен и тренер Впервые на льду будущий призер Олимпиад оказался в пятилетнем возрасте. Туда его привела бабушка, чтобы улучшить здоровье внука. Очень быстро парень начал уверенно стоять на коньках и вовсе не боялся прыгать, что привлекло внимание тренеров. В 9 лет Александр продолжил заниматься уже на более высоком уровне в Москве. Окончательный и бесповоротный переезд в столицу состоялся двумя годами позже, когда Жулин начал учиться в спортивном интернате. До 17 лет наш герой был фигуристом-одиночником, но потом все изменилось. Когда Жулина поставили в пару, его партнершей стала Майя Усова. Ребята довольно быстро начали показывать высокие результаты, выигрывая призовые места на всесоюзных и международных стартах. Наивысшим достижением пары стала серебряная медаль на играх в Лилихамере. После этого Жулин и Усова ушли из порта. Какое-то время наш герой выступал в ледовых шоу, но потом решил стать тренером. Его первые ученики Навка и Костомаров достигли значительных высот. Кроме этого, Татьяна Навка была супругой Александра Жулина. Первой супругой Александра Жулина стала его партнерша Майя Усова. Правда, этот брак начал давать трещины еще до того, как партнеры перестали кататься вместе. Говорят, у Жулина был роман с другой фигуристкой – Оксаной Грещук. Эти отношения позже Александр назовет большой ошибкой. Когда мужчина начал тренировать Навку и Костомарова, между ним и молодой подопечный завязались отношения. В 2000 году влюбленные сыграли свадьбу. Тогда же Татьяна подарила любимому дочь Александру. До 2006 года супруги жили в США, где Жулин работал тренером. После возвращения в Москву брак просуществовал еще 4 года. В 2010-м стало известно, что Жулин и Навка больше не муж и жена. Говорят, причиной расставания мог стать роман Навки с Маратом Башаровым, который завязался на шоу «Ледниковый период». Другие утверждают, что неверным как раз был Александр. Недавно наш герой пролил немного света на ту историю. В одном из интервью Жулин сказал, что участие Навки в «Ледниковом периоде» поспособствовало их расставанию. Но при этом отметил, что все шло к этому. В Штатах у них была другая жизнь, более семейная и уютная. А после переезда в Москву перед Навкой открылись новые возможности. Также мужчина признался, что развод – это всегда непросто. Вроде бы расставание с Навкой было вторым в его жизни, но прошло оно также тяжело. Конечно, здесь важную роль сыграла и дочка. Вопросы, связанные с ее воспитанием – основная тяжесть такого момента. После романа с Башаровым Навка встречалась с музыкантом Алексеем Воробьевым. В 2010 году состоялось ее знакомство с Дмитрием Песковым. В тот момент мужчина был женат, но бросил супругу в 2012 году. Через два года у пары родилась дочь, а еще через год они сыграли свадьбу. Если говорить о Жулине, то он также нашел свое счастье. С фигуристкой Натальей Михайловой мужчина поженился в 2011 году. Сейчас в семье воспитываются две дочки – восьмилетняя Екатерина и Елена, которой весной исполнится год. Кажется, сегодня все герои этой истории счастливы, а значит расставание не было такой уж большой трагедией. Иногда стоит пойти на не слишком приятный шаг, чтобы открыть перед собой новые возможности.